всем привет и сегодня будет небольшой отчет об использовании моего любимого мультитула фирмы лазерман пройдусь я немножко и по чехлу и по самому тулу собственно какие вопросы в первую очередь возникли у меня как бы все нормально но мой товарищ очень сильно плохо отзывался по поводу чехла есть один минус вы не подумайте чехол отличный замечательным кожаный все в нем блин просто здорово то есть кнопочка отличная работает прекрасно просто говоря кордурка резиночки все все офигенно за одним исключением если вы используете обыкновенный брючный ремень примерно вот такой вот 3 сантиметра например да то запихнуть вы сможете например там 3 3 5 сантиметра шириной ремень влезет да а больше уже никак здесь чуть получше но опять же опять же например насколько здесь может быть может быть 5 сантиметровые влезет на не знаю я не проверял честно вам хочу сказать но мой товарищ переделывал чехол ему пришлось сильно его переделать была модифицирована полностью задняя часть и теперь такой чехол не знаю короче это это на самом деле значительный минус хотя он у меня висит горизонтально на ремне и замечательно выполняет свои функции то есть мне повезло по сути то есть у меня ремни все в основном такие более менее узкие брючные где-то так так второй момент по тулу первый вопрос который задают люди которые хотят себе купить сурш черный или белый а второй собственно говоря а он царапается сейчас посмотрим видно да на самом деле черный царапается ну просто трындец как то есть если вас это парит то покупайте сразу же белый видите как 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 это все выглядит на свету играет да видно значительное количество разных царапок то есть вот эти вот штучки по большому счету они такие вот они были более черными они подтерлись и наверно через какое-то время станут просто белым то есть это касается и ножа в том числе ножа в том числе видите он такой к столу ну уж практически только белым по черному то есть ну и собственно говоря большей части инструментов вот так в принципе плоскогубцы показали себя отменно ножницы вообще просто супер честно вам хочу сказать по лазерману не знаю 5 баллов за такие ножницы ножницы отличные единственное что конечно может быть я когда-нибудь и поменяю что-нибудь более полезное но если честно как я думал эти отвертки не пригодятся вообще никогда ничего подобного я очень много раз пользовался и широкой отверткой и узкой отверткой специально то есть и достаточно удобно так что по разбору а да кстати насчет царапается плоскогубцы превращаются потихонечку в белый то есть вы видите то есть собственно говоря вот эти царапины они остаются от самого тула это я не где-то там не знаю тертым или что-то еще такое дело то есть черный потихонечку становится белым наверное не знаю когда я покупал себе этот тул других не было были только черные то есть это был первый не знаю почему так получилось но вот как то получилось только я увидел на сурже плоскогубцы со сменными резцами есть я сразу же его заказал и купил мне в принципе все равно черный он белый главное что не розовый вот так что еще а ну да и собственно говоря о замечательные доработки которую сделал мой замечательный друг Володя знаете что это такое о да это адаптер для бит у меня есть фирменный набор бит но как мы все знаем он не совсем полный то есть такая вот штучка слегка отпиленная все одевается и сюда вставляется обычная битка ай упала извините просто немножко неудобно вот пожалуйста все все держится да интересный момент это очень интересная битка сейчас мы найдем как она называется видно видно да так вот это бита для разбора мультитула лазерман и как ни странно это битка с секретом то есть видите с дырдочкой и куплена она была на обычном радио рынке то есть ну грубо она не фирменная от фирмы лазерман да она обыкновенная так что в принципе если захотите то можете купить ее просто на базаре вот вот ну а так собственно говоря отличный мультитул со всеми своими задачами он справляется на уро а еще одно дополнение по чехлу значит обычно там есть вот такое вот пустое место да вне не пустое место место предназначенное для того чтобы переносить сменную пилу или напильник собственно говоря да вот эта вот штука вот постоянно загинается то есть она куда-то гнется почему-то то есть как бы я не хотел запихнуть его все время я его при установке тула обратно я его как-то так заминаю сейчас например это не произошло но но так частенько происходит и вот что самое интересное то есть я пришел к выводу что таскать постоянно вот эту вот штукенцию или даже набор бит мне совершенно не нужен поэтому а так вот не просто набор два набора бит туда не влезет а один без идейно по моему так что по большому счету я таскаю только чехле этом только мультитул вот эти вот штучки которые предназначались для бит драйвера да не знаю бит драйвера у меня нет можно сюда запихивать вот этот вот адаптер который самодельный да но я боюсь что он так может легко протеряться поэтому я тоже его таскаю отдельно в другом месте ну так в принципе вот вам легенький отчете надеюсь вам было интересно до новых встреч до свидания